Бурное и очень долгое заседание. В 45-й раз прошла пленарная встреча депутатов областного законодательного собрания. И длилась она почти 6 часов. В повестку вошло 28 вопросов. И многие из них вызвали жаркие споры, к чему пришли законотворцы региона. Расскажем далее. Как коронавирус повлиял на деньги области? Изменения в бюджет региона – первый вопрос на пленарном заседании. Вполне ожидаемо, что весной во время эпидемии доходы области существенно сократились. Однако в Министерстве финансов отметили, что знают, как покрыть сложившийся дефицит. И все социальные обязательства правительство выполнит. В том числе речь идет о выплатах семьям с детьми с 3 до 7 лет, а также медицинским и социальным работникам. На федеральном уровне приняты решения о выделении дополнительной финансовой помощи регионам, как раз здесь с разрешением поступлений по собственным доходам. Было принято два решения, выделено два транши из федерального бюджета по данному направлению. Общая сумма, которая предоставлена региона – это 2,2 миллиарда рублей. Повлиял коронавирус и на доходы предпринимателей, конечно. В связи с этим кировские депутаты решили направить обращение в Государственную Думу с предложением продлить льготный налоговый режим для бизнеса до конца следующего года. Еще один денежный вопрос – финансирование небольших сельских школ. Депутаты поддержали единогласно – лучше рассчитывать средства не на одного учащегося, а на один класс. Это поддержит 265 малокомплектных школ региона. 10 учеников или 25 учеников – программу-то надо все равно делать. И поэтому изменение финансирования – это в пользу как раз в основном сельских школ. Бурную дискуссию вызвало выступление Валерия Басюка. Он представил проект закона о собраниях и митингах. В нем прописано, что собираться можно лишь в специально отведенных местах. Много нареканий вызывает процесс то, что власть определяет места для проведения. То, что власть определяет места, в которых это проведение в принципе невозможно. Но, извините, без этого каким-то образом регулировать, каким-то образом контролировать эти процессы невозможно. Здесь речь идет о безопасности как тех, кто участвует в проведении этих мероприятий, так и о безопасности тех людей, кто находится в это время рядом. Этот и другие вопросы доработают к следующему заседанию в конце октября.